Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал Эйзегет пришел следующий вопрос от подписчиков. Можно ли посещать кладбище на Пасху? Откуда пошла такая традиция и в какие дни лучше посещать кладбище? Скажете, батюшка, да что за вопрос-то? Посмотрите на расписание автобусов нашего города и увидите, с каждого района идут специальные автобусы на Пасху на кладбище. Конечно же можно, ведь если бы нельзя было, то автобусы бы не ходили. Да и наши бабушки, да и прабабушки ходили на Пасху на кладбище. Ну и я пойду. Надо, значит надо. Но традиция бессодержания на самом деле есть не что иное, как закостеневшее заблуждение. Поэтому объясняю. Традиция ходить на Пасху на кладбище возникла в советское время, когда храмы были закрыты, но на кладбищах храмы, как правило, разрушены не были. И для того, чтобы и в храм прийти, но при этом не будучи задержанной милицией, которая активно стояла и на кладбищах, и у других неразрушенных храмов города, бабушки наши, дорогие, в белых платочках, которые сохранили веру православную в советские годы, говорили, вы на кладбище помолиться, помолиться на кладбище. Если храм был закрыт, но был бездействующим, все равно помолиться на Пасху возле храма являлось некоторым утешением. А если служба была, то, во всяком случае, ты имела возможность сказать этому милиционеру, что я не на службу, я на кладбище, за могилкой перебраться. В глубину кладбища никто за тобой не шел, конечно, а ты потихонечку-потихонечку шла молиться в храм. Ну а дальше что? Смотрят соседи, смотрят соседки, говорят, вот, все православные на кладбище идут. Про храм-то и не знают ничего. Ну, если храм, то действительно, ну, кладбище всегда было местом особым, местом святым, местом захоронения наших родных, где уж крестов там больше было где-либо то ни было во всем Советском Союзе. Да, хочешь, не хочешь, помолишься, будучи на кладбище, задумаешься о бренности сосущего, скажешь, там, Господь, упокоя души рабов твоих. То есть кладбище вообще всегда располагает к созерцательной молитве и размышлениях о вечном. Даже если, повторюсь, храм был разрушен или вообще на кладбище его никогда не было, все равно это место, где молитва теплится лучше, чем в торговом центре, допустим, или просто на улице. То есть хочешь, не хочешь, мысли о смысле своей жизни и возможности жизни грядущей лучше и скорее возникнут у вас на месте захоронения ваших родных, нежели в автобусе, в метрополитене, в самолете или, повторюсь, в торговом центре. Вот, приходили на кладбище просто помолиться, подумать о вечном. Ну, а внешние люди смотрят, вот, наши бабушки ходили на кладбище в этот день. Значит, надо на кладбище, на Пасху обязательно помянуть своих родных. И понеслось. Ну, казалось бы, 30 лет уже свободы от атеистического, богоборческого режима. Миссионеров большой воз и еще маленькая тележка. Интернет, соцсети, все священники, их там 40 тысяч в русской православной церкви говорят, не надо на Пасху ходить на кладбище, а все равно ходят и ходят. Так что работать нам и работать, и, слава богу, на нашем портале достаточно много священников эту тему поднимают, и это заблуждение рассеивает. В чем-то здесь заблуждение. Дело в том, что грусть, тоска, печаль, слезы на Пасхальной неделе неуместны. Семь дней Светлой Седмицы, это не семь отдельных праздников, это все еще продолжающаяся Пасха, которая была начата в воскресный день и закончится с субботом с утра. То есть это семь дней как один, это все еще Пасха. И нет места личной скорби, нет места личной трагедии и слезным переживаниям в эти святые дни. Поэтому на Пасхальной Седмице надо ходить в храм, на Пасху надо быть в храме, молиться, причащаться, радоваться воскресшему Спасителю. А все свои переживания, особенно касающихся наших усопших родных, оставить на Радоницу. Девятый день после Пасхи, вторник. Вот начиная со вторника, едьте на кладбище, не для того, чтобы там поплакать, для того, чтобы, как говорит сама этимология этого слова, разделить радость воскресшего Спасителя со своими родными. То есть ни слезы мы проливаем, ни водку носим, ни яйца там оставляем, ни куличи на кладбище, где кроме как собаки никто не съест эти яйца и куличи. А поем канон Пасхи, поем часы Пасхи, читаем Евангелие воскресшему Спасителя у могил своих родных. Про себя, вслух, как хотите, батюшку позовите, пусть тоже послужат, литью, которая начинается уже другими словами, другими воскресными песнопениями, или даже целую панихиду. Порадуйтесь, что все воскреснут, все те, кого вы потеряли, все те, о ком вы скорбели. И всегда, вечно с Господом будем, как говорит об этом апостол Павел в послании к Солунинам. Не надо в эти дни устраивать языческие тризны на кладбище. Вот все, что я там продукты оставлю, усопшие поедят в своем царстве, где бы они там ни находились. Не надо там объедаться и напиваться в эти дни на кладбищах. Мы извратили смыслы до полной противоположности еды на кладбище. Ведь навсегда на кладбищах жили бездомные. Это сейчас не на вокзалах живут, и то не на всех. Раньше на кладбищах жили. В склепах. В склепах худо-бедно было там тепло, можно было как-то обогреться, дождь, во всяком случае, на тебя не капал. Сейчас склепов нету, сейчас везде захоронения подземные, и схорониться, как правило, негде. Поэтому бездомных на кладбищах очень мало. Они приходят только, допустим, на Радонницу или в Дли, в каких-нибудь родительских суббот. И еда, которую ты оставляешь на могиле, это не усопшему нужна еда. Не надо ему там в аду яйца твои, не надо ему в раю куличи твои. Ему молитва нужна. Тебя, твоя молитва, твоей церкви, всей церкви. А еда нужна как милостыня, как проявление милостыни, которую возьмут нуждающиеся. Вот эти не уже там недельной давности куличи просроченные, которые там зуб можно сломать. Вот, не эти уже протухшие яйца. Не обмоченные дождем конфеты и печенье. А хорошая, нормальная, вкусная еда. Только со стола, только со сковородки. Для того, чтобы вкусить эту пищу, вкусной, здоровой, сладкой. И помолиться о том, человеке, на чьей могиле были оставлены эти снеди. Посмотрел, сколько вкусного, сколько замечательной пищи. На чьей могилке они лежат? Вот Николая. Упокой, Господи, рабатого Николая, скажет какой-нибудь бездомный. И вкусит эту пищу в честь раба Божьего Николая. И вмениться это в милостыню тебе. А вот просто оставлять продукты, якобы они сами по себе там накормят голодных твоих бабушек и дедушек, это, конечно, не что иное, как языческое поверье и суеверие, которого не должно быть ни в ваших умах, ни в сердцах, ни вообще на всей Руси. Пусть Господь упокоит вселенных праведных, всех наших усопших, родных и близких. Пусть Господь воскресит их в день пришествия своего, в жизнь вечную. И так всегда с Господем будем. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok